Ведение и неведение. Белые и черные полосы нашей жизни. Обычно они чередуются, но есть люди, которым удача улыбается чаще, чем другим, а есть те, которым патологически не везет. Как же привлечь внимание капризной фортуны? И существует ли заветная формула, которая откроет неизведанные горизонты? Ученые говорят, да, удача подвластна человеку. Мысли были такие, что просто жить не хотелось. Постоянно думал о суициде. И как это произойдет? Потому что, ну, не хотелось. Я встаю, мир умеркнет передо мной, и все. Термин такой существует невезучий, удачливый. Термин существует. Невезучие люди – это люди, которые подают какие-то неприятности, у которых не получается то, что они задумали. Удачливые люди, которые все делают так, как задумали, и все у них получается. Но на самом деле это не категория людей, это всего лишь термин. Везение – это цепь событий, приводящая нас к результату, который является лучшим из ожидаемых в определенной ситуации. Проще говоря, схема такая. Сделал все, что нужно, или даже не доделал, и получил больше, чем ожидал. Повезло. Сделал все, что нужно, и получил ожидаемый результат. Нормально. Никакого везения. Сделал все, что нужно, и не получил ожидаемый результат. Не повезло. Но если в этот момент вдруг приходит ожидаемый результат, снова повезло. Мы вообще придерживаемся практической психологии такого понятия, как эффективный, неэффективный. То есть хорошо, плохо, везучий, невезучий. Мы не используем эти термины. То есть эффективен ли я в каких-то моментах жизни, в каких-то аспектах, в каких я неэффективен. Феноменом везения и невезения ученые интересовались с древних времен. Однако вплотную к его разгадке подошли совсем недавно. В 1994 году британский профессор Ричард Вайзман начал большое исследование под названием «Фактор удачи». Для проведения психологических экспериментов Вайзман пригласил в свою творческую лабораторию добровольцев. Тех, кто считал себя везунчиками, и тех, кто был уверен в своих повторяющихся неудачах. Уже первые серии тестов показали – везение не случайно. Вы же чувствуете, когда у вас сегодня день удачливого все получается, все сходится. В жизни просто. Удачливый день у нас всегда чувствуется. Вайзман раздал всем участникам одинаковые экземпляры газеты и попросил подсчитать количество фотоснимков каждой. На задание давалось две минуты. Тому, кто не ошибется, обещали 250 фунтов. Никто из испытуемых не знал, конечно, что внутри каждой газеты приготовлено два сюрприза. На полях одной из страниц было написано «Довольно считать» в газете ровно 45 фотоснимков. Еще через несколько страниц надпись дублировалась более крупными буквами. Почти всем везунчикам хватало несколько секунд, чтобы заметить рукописную фразу и закончить игру. А вот невезучие не уложились даже в отведенные две минуты. Хотя люди совсем не понимают причин своей удачи, их благополучие во многом зависит от мышления и поведения. Возьмем, к примеру, случайные возможности. Все люди последовательно сталкиваются с такими возможностями, но удачливые принимают их во внимание. Невезучие же этого не делают. Ричард Вайзман из интервью корреспондентом BBC News. Слагаемое первое. Характеристики личности. «Человек, лишенный решительности, никогда не может считаться принадлежащим себе». Джон Фостер. «Откуда не берутся неэффективные программы? Да масса. От воспитания неэффективные программы. Девочки должны быть какими? Скромными должны быть девочками. А как скромная девочка выживет в виде менеджера, например, который занимается пиаром, скажем, да? Зарплата там хорошая. А скромная девочка, куда она пойдет? Она по телефону не может позвонить нормально, потому что у нее голос дрожит. А как она найдет себе спутника, если, например, за 30? Она скромная. Вот вам неэффективная программа». Трудно поверить, что эти фотографии сделаны человеком, который долгие годы считал себя законченным неудачником. Черная полоса началась, когда ему было чуть за 20. «Я попадаю под страшный взрыв. Взрывается бензобак в руках у меня на герметичности, которая испытывается. Такие были военные машины, радиостанции на полигоне их испытывали. Никогда вроде не взрывался, как будто и меня ждало. И в руках взорвался. В лицо мне это ударили осколки, зубы. Выбило челюсть, сломало. И подбросило взрывной волной. В медсанчасть Сергея привезли без пульса, с многочистенными переломами и травмами, несовместимыми с жизнью. Откачать пострадавшего удалось с трудом. Долгие месяцы выздоровления стали настоящим испытанием. Я замкнулся. Я об этом одушевном состоянии говорить не стал никому. И вот как снежный ком. Наворачивался, наворачивался. Дошло до того, что мысли были такие, что просто жить не хотелось. Неудачи словно преследовали Сергея. Из-за постоянных больничных пришлось бросить учебу в УЗИ. Не заладилось в семье. От него ушла жена запрети встречаться с дочерью. Работа не приносила ни радости, ни удовлетворения. Только выписывает врач горы этих транспилизаторов, глушит. Я иду на работу. Я вкалываю себе в вену баралгин. С анальгином причем мешаю сам. И иду только на работу. Вот тогда я мог что-то писать, работать, снимать. Все это. Стратегия неудачника знаете какая? Что-то произошло, что неудачник первый делает. Кто виноват? Первое. Вот как только вы видите где-то по телевизору, где-то поиски виновных. Это стратегия неудачника. Второй шаг. Почему именно со мной все гадости происходят? Марина Своднина – профессиональная гадалка. Она способна лишь по одной руке прочитать судьбу человека. Окультной практикой Марина занимается уже более 20 лет. Она уверена, удачливость закладывается в человека в момент рождения. Зависит от числа и месяца, когда родился человек. По словам гадалки, люди, рожденные 10, 20 и 30 числа, более всего предрасположены к невезению. Проблемы бывают в личной жизни, в любви, в работе, несовместимость с людьми, некоммуникабельность, разводы в основном. Еще одной причиной невезения может быть порча. Это можно узнать только на кофе. Ни одни карты никогда вам не скажут, есть ли на человека порча или нет. Марина утверждает, что может убрать все негативные влияния и помочь человеку стать удачливым. Она делала это не раз. Однако есть условия, без которого фортуна все равно не улыбнется. Удача зависит от характера человека, от его нравов, взглядов, настойчивости, целеустремленности, желания работать и добиваться успехов. Дмитрий Саутин Дмитрий Саутин – олимпийский чемпион по прыжкам в воду. Его имя сегодня известно всему миру. Причем упоминают Дмитрия не иначе, как спортивного везунчика и баловня фортуны. В нашем виде спорта, наверное, нет такого понятия. У нас есть понятие, насколько ты готов к соревновательному процессу. Если ты в форме, ты приехал, конечно, на турнир выступаешь и показываешь результат. Если ты не в форме, лучше, конечно, вообще не ехать. Дмитрий не считает себя удачливым. Его путь к спортивным победам был довольно трудным. И, как он сам говорит, полосатым. А вот целеустремленность и трудоспособность. Без них не было бы ни одной спортивной удачи. Конечно, ну сколько же у меня было травм. То есть это, наверное, все-таки черная была полоса. Когда ты вылезал из этой ситуации, то есть от тебя вылечивали полностью. Начинал опять приступать к тренировкам, делать свое дело. То начиналась, наверное, белая полоса. Очень сильно зависит от характера. Если он стремится чего-то добиться, я думаю, он добьется. А если человек так относится, как мы, ну не ставить себе задачи, наверное, в жизни, то это, конечно, ничего не получится. Кстати, удачник, знаете, какая? Что-то произошло. Второй шаг. Удачный человек думает. Какой результат? Просто результат. Вот какой, да, диссоцированный. Третий шаг. А что ценного я получил, получив этот опыт? Что он мне дал? Что я могу ценного вообще вытащить из этой ситуации? У него-то он убахнул яблоко в башке. Он не стал проклинать ни деревья, ни те, кто сажал. Он подумал, ведь они же падают вниз. И вообще все предметы падают вниз. Опа, открыл законы физики. СЛАГАЕМОЕ ВТОРОЕ СЛАГАЕМОЕ ВТОРОЕ ИНТУИЦИЯ В минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса. Даниэль Дефо Удачу можно почувствовать, если она присутствует в данный момент. В принципе, удача-то она для игры – это одно из основных качеств. Во все времена существовали легенды об удачливых людях. О воинах, которые прошли не одно сражение и остались невредимыми. Об игроках, которые не раз срывали большой куш. И если прежде магические способности объясняли наличием талисмана или волшебством, то сегодня ученые скажут – у этих людей хорошо развита интуиция. Что такое интуиция? Это как некое какое-то прозрение. Да нет, это наш опыт. Это тот опыт, который мы перерабатываем, используем подсознательно. Другой опыт, что не всегда осознанно. Исследования показывают – те люди, которые могут осознанно подключать интуицию, добиваются больших успехов в любых областях. Александр Копытин – карточный игрок. Он верит в интуицию и прислушивается к ней. И чутье его почти никогда не подводит. Если не везет день, не мой день. Ну, определенную сумму денег я, конечно, проиграю. Вот. Ну, надо просто вовремя закончить игру и идти. Зачастую мы понимаем сигналы интуиции постфактум. Например, люди говорят «Я же чувствовал, что не стоит этого делать». Или наоборот. «Я как знал». Наша подсознательная работает всегда и не оставляет без внимания ни одну деталь. Подсознательные анализируют и делают выводы. И все это без нашего участия. И только в критических ситуациях интуиция выплескивается наружу, чтобы предупредить об опасности или предвосхитить везение. И были такие исследования, что нет смысла отпускать самолет в рейс, если больше 17% пассажиров, купивших билеты, не явились на посадку, не опоздали при наличии там всего остального в норме. Не имеет смысла, потому что очень велика опасность того, что будет авария. Сергей Лаврентьев осознавал, что жизнь катится под откос. И интуитивно чувствовал, что одному никак не справиться. Но решился обратиться за помощью к специалистам, когда ему шел уже четвертый десяток. Я рвался к этому эти годы, к какому-то выздоровлению, к улучшению состояния, чтобы мне было интересно не только работать и просто жить, а чтобы было интересно просто идти по улице и радоваться. Я теперь снимаю, вот, скажем, снимаю, я так погружаюсь, я снимаю, как вот всегда и на телевидении говорю, на открытиях выставок, что снимаю сердцем и душой. Я погрузился, все, меня нет, растворился. А раньше мне было и снимать тяжело, это такое страшное дело. Быть неудачником, а стать обычным человеком оказалось совсем непросто. Изменить свое мировоззрение, найти силы для борьбы и обрести спокойствие. На это ушли недели и месяцы. Здесь никаких секретов нет, нет никакого секретного восточного, сейчас это модно, да, оружия какое-то, такое на ухо нашепчешь и все. Нет, это просто работа над собой. Конечно же, зависит от человека поменять. И независимо, какова жизнь твоя, она останется, вот, ну, на окружающий мир по-другому надо смотреть. Слагаемое третье. Случай. Случай – это ничто. Случая не существует. Мы назвали так действие, причину которого не понимаем. Франсуа Мари Аруэ де Вольтер. Я по жизни оптимист, поэтому я считаю себя удачливым человеком. Вот, потому что, в принципе, если очень чего-то захочу, то я думаю, этого добьюсь. Михаил Савин – студент технического университета. И настоящий везунчик. Год назад случилось необыкновенное происшествие. Этот день Михаил считает своим вторым днем рождения. На студенческом городке Политеха были соревнования по бегу, а мы параллельно на этом же поле играли в футбол с ребятами. Вдоль стадиона рощица идет. Вот, и мы туда встали за наших девчонок поболеть, они как раз бежать собирались. И буквально минуты две сначала было ясно, а потом прям тучи налетели, резкий ливень, град. И потом дерево бьет молнией, мы падаем как замерз. Я просто помню, что, когда упал двигаться, не мог жуткая боль по всему телу. Потом нас быстро начали оттаскивать от дерева. Молния – одно из самых опасных и беспощадных проявлений природы. Ее минимальный заряд 27 тысяч вольт. Лишь единицы уходят от молнии живыми. В тот злополучный день под деревом стояли 12 человек. Ну, как врачи нам говорили, что если бы нас было человека на три меньше, то, скорее всего, погибли бы. Везение или просто случайность? Ответ на этот вопрос науке пока неизвестен. Есть лишь гипотезы. Одна из них говорит, что случайности не бывает. Мы считаем, что случайностей нет вовсе. Есть набор программ, которые складываются в определенные обстоятельства. Те люди, которые как бы удачно попадают на какой-то выигрыш или случайно как бы остаются в живых, на самом деле это люди, подсознание которых четко рассчитывает максимально эффективные варианты поведения в какой-то ситуации или достижения какой-то цели. 13 мая будем праздновать день рождения, второй. И со всеми все в порядке, абсолютно нормально. Такие же, как и были. Итак, формула удачи. Ничто иное, как сумма нескольких слагаемых. Характеристики личности плюс интуиция плюс случай. Ученые во всем мире сходятся во мнении. Неудачниками себя делаем мы сами. Жизнь дает одинаковые возможности, всем без исключения, несмотря на обстоятельства. Но везунчики видят и используют шансы, потому что они более активные, внимательные, смелые и готовы к переменам. А невезучие стараются скурпулезно выполнять правила и условия. Они много трудятся, но ничего не получают. И постоянно ищут причины, из-за которых рушатся их планы. Не понимая, что нужно начать изменяться им самим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...